Сегодня, как вы знаете, 20 числа состоялось заседание. Три по трем фигуранткам дела из группы Путерайт по событиям 21 февраля в Храме Христа Спасителя. Им продлено содержание под стражей в виде меры пресечения до 24 июля. Причем важным, существенным здесь является то, что следствие продлено на тот же период. По 217 статье УПК «Сторона защиты сейчас вместе со своими подзащитными знакомыми с материалами дела» подобного рода продление всего лишь на месяц означает, что следствие торопится провести суд в августе. Суд по существу. И таким образом ограничивает, на наш взгляд, сторону защиты квалифицированной подготовки к делу. Сегодня по существу суда я могу только сказать, что все аргументы защиты фактически были не приняты судом. Я считаю, что в связи с тем, что дело закончено, наши подзащитные вполне могли бы, если бы суд изменил меру пресечения, знакомиться с материалами дела вне стен изолятора, который серьезно ограничивает возможность стороны защиты со знакомством с делом. Мы, например, не можем проносить цифровое оборудование и одновременно, совместно и раздельно, как это предполагает протокол, подписанный нами со следствием 7 июня об окончании предательного следствия, например, копировать материал. В следственном изоляторе такой возможности нет в принципе. Поэтому сегодня, ну давайте рассчитаем так, 24 июля, если, так сказать, следствие заставит нас как можно быстрее ознакомиться с материалами дела, закончить, передать, соответственно, обвинительное заключение в прокуратуру для утверждения. Дальше предварительное слушание. Суд. Значит, таким образом, где-то мы уходим на 10-15 августа. Учитывая, что 10-15 августа активность в известном смысле падает, люди уезжают в отпуска, и много чего мы не сможем сделать до этого момента, поскольку сторона защиты собирается провести свои психолого-лингвистические и религиовические экспертизы. Нам этого времени определенно не хватит. Поэтому вся ответственность за ускорение рассмотрения этого дела в суде будет лежать исключительно на стороне обвинения и следствия в данном случае. Я могу подытожить, сказать, что сегодня сторона обвинения это все вместе. Машина государства. Это следствие, это суд, это прокуратура, это подцензурные СМИ и так далее. Им противостоят, так сказать, собственно, сами подзащитные, их адвокаты, ну и немногочисленные сторонники. В таких условиях для нас инструментом защиты является публичность наших действий. И поскольку она обеспечена исключительно нашими усилиями, то для нас проведение в августе суда по существу неприемлемо. Мы хотим, чтобы, если бы суд начался где-то в сентябре, когда уже все могут достаточно внимательно следить за перипетиями этого процесса, чтобы у нас была возможность апеллировать к общественному мнению в России так же ровно, как и за рубежом. Об остальном скажут мои коллеги. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что и следствие, и суд знали о том, что мы подали вчера жалобу в Европейский суд по правам человека по предыдущим судебным решениям о назначении меры пресечения, о продлении содержания под стражей. Вместе с тем, несмотря на этот факт, сегодня так же государство продолжает в своем репрессивной манере осуществлять так называемые правосудия. Мы считаем, что никаких доводов, никаких оснований для того, чтобы содержать под стражей уже не осталось. Единственным правильным решением было бы выпустить девушек из под стражей под любую другую меру пресечения, под залом, под домашний арест, под подписку о невыезде и так далее. Вместе с тем, следствие и суд настаивают на своем. Кроме того, касательно времени, на которое было продлено содержание под стражей, за этот месяц защита и девушки не смогут ознакомиться со всеми материалами дела. А это значит, что право на квалифицированную защиту будет существенно нарушено. Мы не можем выйти в суд, в процесс, в основной процесс, не зная то, что находится в материалах дела. Есть существенные ограничения, в которых мы не можем круглосуточно находиться вместе с ними в СИЗО и знакомиться с этими материалами дела. Но средств и суду на это абсолютно плевать. Поэтому мы считаем, что настоящее постановление, которое сегодня было вынесено у каждой из девушек, является необоснованным и незаконным. Мы безусловно будем обжаловать эти постановления в Московском городском суде. В том случае, если Московский городской суд не принят наши доводы и оставит эти постановления без изменений, мы направим дополнительную жалобу в Европейский суд по правам человека. Я надеюсь, что там все-таки справедливость восторжествует. Кроме того, сегодня на заседании присутствовал депутат Бундестага Мемет Килич, который своими глазами видел, как происходит российское правосудие. И я абсолютно уверен, что он вернется себе в Германию и, очевидно, поделится с коллегами впечатлениями о том, как происходит, как вершится так называемое правосудие в российском суде. Николай Полозов, адвокат Мария Алющенко. Уже сейчас, подавая жалобу, мы обнаружили нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в статьях 3, 5, 6, 10 и 11. И с каждым разом эта ситуация усугубляется все больше этих статей, все больше частей этих статей. И как только следствие выйдет на финишную прямую в судебное заседание, я полагаю, что нарушений будет еще больше. Уже сейчас права наших подзащитных нарушены не только нашим, скажем так, нарушен не только наш закон федеральный, но и международное право. Поэтому в данном случае, если не получается отстоять права наших подзащитных в нашем суде, где полностью отсутствует, мы можем констатировать, что отсутствует вообще даже понятие правосудия, то, естественно, мы можем защищать их. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, что сейчас безопасно находиться в тюрьме? Можно я отвечу? Я уже сегодня заявил на суде касательно довода следствия, что девушкам безопаснее находиться в тюрьме, потому что есть некие православные граждане, которые хотят общения и готовы как-то им навредить. Есть историческая параллель. В фашистской Германии евреев отправляли в концлагеря ровно по той же причине, что добропорядочные немцы причинят им вред. У нас сейчас наступает, по сути, та же эпоха. Еще вопрос. А чего сами девушки ждут? Какие их ожидания? Девушки ждут, что их отпустят на свободу, потому что никакого уголовного дела, в принципе, быть не должно было. И они находятся под стражей незаконно. А позиция следствия со временем меняется? Ни скольца. Так и осталось. Уточненное обвинение. Было постановление об уточненном обвинении. Я его уже публиковал. Оно публично выложено в моем живом журнале. И оно, по-моему, на эфи Москвы где-то, так сказать, ретранслировалось, републиковалось. Это уточненное обвинение предъявляет им обвинение по статье 213, часть 2. За все эти три с половиной месяца, пока длилось следствие, следствие не изменило своей позиции и продолжает обвинять их в совершении деяния по указанному тяжкому составу. И мы считаем, что даже в самих материалах дела, учитывая пресловутые экспертизы, о которых мы не раз уже говорили, из трех-две доказывают, что у них отсутствует мотив религиозной вражды и ненависти, который необходим для квалификации по соответствующей статье и инкриминированным деяниям. Не говоря уже, так сказать, ну можно опять же рассуждать в юридических терминах об объективной стороне, которая по этому составу всегда должна характеризоваться действием. Никакого действия не было. Им приписывают так называемое речевое действие, слова, употребленные в виде речетатива на амбоне и салие, которые не могут подпадать по квалификации статьи 213, часть 2. Остается проблема по субъективной стороне преступления, это так называемый умысел и мотив. Этот мотив доказывается исключительно только в воображении трех экспертов, которые на третьей экспертизе утверждают, что все-таки мотив религиозной ненависти и вражды был, что предполагает пункт Б, статья 213, часть 2. Причем на исследование почему-то отдает все время видеоклип, как художественное произведение. Но видеоклип был сделан по материалам сборным, которые состояли не только из событий в храме 21 числа, но и других событий. Делался он другими людьми, накладывал слух, вводился текст. Он не может быть составной частью инкриминированного преступления по статье 213, часть 2. Это абсурд. По 282 статье, которую они хотели прежде возбудить дело, это хоть как-то могло бы подпадать. То есть они сделали клип и для того, чтобы его сделать, пошли в храм, понимаете? Здесь же все перевернуто наоборот. Они сначала пошли в храм, руководствовавшись мотивом религиозной ненависти, который подтверждается тем, что потом был выложен клип. Понимаете? Нарушается граница совершения преступления и так далее. Это достаточно сложный квалифицирующий признак, но совершенно очевидно. И в этом нам содействуют ученые правоведы, которые нам помогают. Они говорят, что эта квалификация совершенно неверная, уже сама по себе. То есть отрываясь даже от ангажемента следствия и всего остального. Почему следствие идет по этому абсурдному пути, у нас есть объяснение. Потому что на это есть предварительный заказ, предварительное задание. Ну, если сказали, тяни 213, часть 2. Потому что именно по ней только и можно было закрыть. Потому что по 282, как средний тяжест состава, который предусматривает по части 2 до 5 лет, было бы сложно поместить их под стражу. А по 213, часть 2, пункт Б, можно было это сделать. Вот и ответ. Можно я еще добавлю? Значит, два тома, как минимум два тома, выделены в отдельное производство, как раз по 282 статье, что является, по сути, подстраховкой для следствия. Сейчас эти два тома находятся в производстве Следственного комитета. Нам это известно со слов следователя, поскольку официальных никаких от Следственного комитета не поступало к нам заявлений на этот счет. Вместе с тем мы не исключаем, что в том случае, если следствию не удастся ввести 213 статью до логического завершения, мы не исключаем открытие второго следствия и второго процесса уже по 282 статье. Ну и тоже хотелось бы провести еще одну историческую параллель. В уголовном уложении Российской империи была такая статья о богохульстве. И конкретно там говорилось о плясках в храме. Так вот, за это преступление в калерикальном государстве Российской империи было предусмотрено наказание максимально 3 месяца лишения свободы следствия. Я думаю, что дальнейшие комментарии следствия. И еще последний вопрос. И то, что может действительно важно, мы пригласимся на заключение домашних, семьи, семьи. Да в нашей стране все возможно? Когда это у нас было что-то невозможное. Но то, что доходит до нас, скажем, от доброходов разного рода, говорят о двух-трех годах, на которые хотят к лишению свободы срок назначить в виде наказания. Реального наказания в колонии. Ну, с учетом отбыта вы, значит, считаете, что им грозит в случае, когда процесс вступит, будет рассматривать дело по существу и будет решать вопрос вины и наказания. Если им действительно дадут три года, то лишний раз можно, так сказать, посмотреть на всю систему российского правосудия, где людям на юге, как известно, за сокрытие преступления, об убийстве 12 человек, дают 150 тысяч с граммом. Я уж не говорю про другие подобного рода эпизоды. Так избирательно действует правоохранительная система, суды, потому что у них есть на это специальный политический заказ. Никакого другого объяснения здесь нет. Все остальные объяснения абсурдны. О каком бы то ни было законе здесь речи не идет. Ну, все, я думаю, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо.